Допустим, это не вступительно, а один из четырех экзаменов на третьем курсе. Есть предмет, который называется музыкальная литература. Это предмет, который изучает музыку, разную музыку, российскую, зарубежную, советскую, национальную музыку. И эту музыку надо знать очень хорошо. А чтобы знать ее хорошо, надо очень много слушать. А что такое слушать? Это надо ходить в фонотеку, дома сидеть, прослушать определенные программы. А так как объем довольно большой, допустим, ну что, знать зарубежную музыку. Это значит знать минимум два десятка композиторов ведущих и знать их произведения. И при этом существовал у нас такой экзамен, который назывался «Угадайка». Расставилась магнитофонная лента, и на ней был записан фрагмент произведения. Притом, очень короткий момент, который звучал там секунд 15-20. Очень короткое звучание. И вот за эти 15-20 секунд надо угадать, что произведение, кем написано, какая часть произведения. Я очень серьезно знание. Притом, потом следующее дается 15-20 секунд на отдых, и следующее вот эти «Угадайка». Я вначале думал, что проскачу этот экзамен, как всегда проскачу этот экзамен, но на деле не получилось. Потому что здесь объективно работает программа, и ты никуда уже не денешься. Так я вам скажу, я этот экзамен сдавал 13 раз. Сдал, был оставлен на осень. И все-таки я это выучил, все лето учил, очень слушал много музыки, и все-таки осень я это сдал. Это говорит о том, что если серьезно отнестись к учебе и получать действительно по-настоящему знание, то это все равно в жизни не пригодится. Я потом, кстати, любую музыку узнавал с первого буквально корня, который звучал. Я мог сказать, композитор какой, какое произведение там, какая симфония, какая часть симфонии, или какой концерт, какого-то. Это же хорошо, когда человек эрудирован, разбирается в вопросах.